К нам присоединяется Елена Баранник, спикер национальной полиции в Харьковской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена, не слышим вас. Видим, но не слышим. Елена, мы вас не слышим. Доброе утро. Да, теперь слышим. Здравствуйте. Здравствуйте. И сразу же хотели спросить, как прошла ночь, что запускал враг по Харькову, по области, есть ли разрушения, есть ли пострадавшие? Ну, безусловно, к сожалению, в Харьковской области это продолжается уже который год. Не бывает таких дней, чтобы не было обстрелов, чтобы не было разрушений, чтобы не страдали люди, чтобы не страдала гражданская инфраструктура. Сегодняшняя ночь не исключение. В основном под обстрелами прибывают населенные пункты прифронтовые, это Копинское направление, Молчанское направление, Липецкое направление. Там, где ведутся серьезные такие боевые действия, безусловно, прилетают и по гражданскому населению, по гражданскому инфраструктуре. Сегодня было то же самое. Харьков сегодня пережил без обстрелов. В Харьковской области были обстрелы. В основном враг именно по населенным пунктам, которые соседствуют с прифронтовыми районами. Прилетали дроны, велись обстрелы из РСВВ. Ураган. То есть все, что может прилететь, туда прилетает. К счастью, на сегодняшний день, на утро информации по пострадавшим не было. Но тем не менее, разрушены, как всегда, частные домовладения, живые дома, хозяйственные пристройки. И вчера, опять же, из-за прилета Эквидрона, который пострадал полицейский автомобиль. То есть это Купинская территория. То есть складывается впечатление, что охота идет именно за правоохранительными органами. Потому что это уже который день подряд, по-моему, уже на моей памяти, третий день подряд, когда и страдают полицейские, и именно Эквидроны, они целятся по полицейским машинам. Это можно понять, потому что очень хочется дестабилизировать ситуацию. Все-таки, когда люди видят, что полицейские с ними, что с ними медики, что с ними ритуальники, спасатели, что все идет под контролем, и полиция, и спасатели, и медицинские работники выполняют свои функции, которые они должны выполнять по своим функциональным обязанностям, это как-то успокаивает граждан. Но тем не менее, вот россияне делают все для того, российские военные делают все для того, чтобы дестабилизировать ситуацию. Тем не менее, полиция продолжает свою работу, продолжает выполнять и свои функции, и продолжает оказывать гуманитарные функции по помощи населению. Конечно, спасибо огромное нашим полицейским за это. Вот вы сказали, что летят по Харькову и шахеды, и искандеры, и кабы. И вот два дня назад россияне обстреляли поликлинику. Было много пострадавших, среди них даже младенец. Скажите, в каком состоянии люди сейчас? Получают ли они всю необходимую помощь? И есть ли подробности о последствиях вот этой атаки РФ? Ну, о подробностях мы все говорили. Это такая щельная, я еще украинскую щельная забудовая Харькова. То есть это абсолютно живой центральный район Харькова. Там вокруг этой поликлиники много живых домов. Там много людей. много автомобилей. Мы сообщали о том, что на сегодня уже подтверждено и задокументировано полицейским 28 автомобилей частных. Некоторые уезжали оттуда разбитые машины, но все-таки могли уехать своим ходом. Некоторые стояли, их невозможно уже восстановить. И безусловно, самое страшное, это то, что пострадали люди. На сегодня мы можем говорить о 10 пострадавших. На вчера в больницах оставалось 3 человека. Они получают всю необходимую медицинскую помощь. И, зная, как работают наши медики, такие чудеса, они научились творить в связи с военными действиями таких тяжелых людей. Они научились вытаскивать буквально с того света. Будем надеяться, что и с этими людьми, которые сейчас, по-моему, в средней тяжести, они остаются после 9, после внутреннего обхода. Мы будем точно знать уже, в каком они состоянии. Но, во всяком случае, из 10-ти, трое людей только оставалось в поликлиниках. Что касается малыша, этого 8-месячного ребенка, мы все за него очень переживали, потому что это, ну, даже года нет. Что уж там говорить. У ребенка острая реакция на стресс. Там, они как раз были в поликлинике, получали там какую-то свою медицинскую помощь. И вот произошла эта беда, эта трагедия. Слава Богу, малыш серьезно не пострадал. Ему была тут же предоставлена медицинская помощь. Сейчас они находятся под присмотром медиков. дома, но, тем не менее, постоянно, как бы, консультируются с медиками и получают всю необходимую помощь. И, безусловно, рядом родители, которые всегда готовы ему помочь и, ну, как-то оградить малыша от того, что с ним случилось. Ну, вот такая ситуация. И я повторяю, после удивитель, мы будем знать точно, в каком состоянии люди. И, может быть, их количество уменьшилось, может, как раз после обхода кого-то напишут. Там пострадала серьезная инфраструктура. Опять же, эта поликлиника, она многоэтажная. Много врачей, там много кабинетов. Там предоставляются разные услуги. И там были люди. И пострадала инфраструктура, которая рядом. Там и учебное заведение, гуртожиток и общежития, и жилые дома. То есть все приходится восстанавливать. Ну, уже подключены коммунальные службы. Там у кого-то двери, окна. Как всегда бьются окна. Как всегда где-то падают потолки, где-то растрощены трещинами, где-то стены. Но, тем не менее, коммунальные службы подключаются. Я думаю, за какой-то период времени все-таки какая-то помощь людям будет предоставлена. Еще одно военное преступление, которое документировали полицейские, это в поселке Казачья Лопань. Там под удар дрона недалеко от собственного дома попал мужчина, 62-х лет. И вот он с осколочными ранениями госпитализирован. На прошлой неделе захватчики ударили дроном по автобусу в Дергачевской общине. Семь человек получили ранения. Вот вы уже говорили, что есть некая охота за полицейскими, но как часто захватчики используют дроны для того, чтобы терроризировать именно мирных жителей, когда они являются их целью? Ну, вы знаете, мне кажется, вот когда у них есть эти дроны, они их используют. И самое главное, во всяком случае, когда мы это анализировали, как раз цель, правильно вы сказали, терроризировать местное население, чтобы посеять такое недоверие к власти, недоверие к тому, что Украина победит, недоверие к тому, что наши земли будут освобождены, как это уже было. И, безусловно, вот этот террор, он в первую очередь направлен на гражданское население. Люди, ну, что, оператор, который управляет дроном, не видит, что это жилой дом, и человек просто что-то там ковыряется в своем огороде. Ну, я не знаю, это нужно быть слепым и на ощупь управлять этим дроном. Они не видят, что едет медицинский автомобиль, скорая помощь, что едет машина спасателей, или едет полицейский автомобиль. Они прекрасно это видят. И, безусловно, правда, или что едет абсолютно гражданский автомобиль, убитая там какая-то пятерочка или копеечка, и там сидит человек, ну, скажем так, похиловую вику. Или как вот этот пострадавший 62 года мужчина, который ковырялся в своем огороде. Все это они прекрасно видят, но им абсолютно наклевать на гражданское население. Им главное показать, во-первых, что они могут, во-вторых, поселить панику. Но пока работают все службы, они продолжают выполнять свои функциональные обязанности. Они выезжают на обстрелы. И полиция, и спасатели, и медики. Иногда включаются и волонтеры. Низкий поклон всем за то, что они помогают. Мы развозим и гуманитарку вместе с волонтерами, и спасаем животных, и вывозим людей во время эвакуации. И мы продолжаем работать. И никто бросать наших людей не собирается. Елена, скажите, а какая ситуация с КАБами сейчас? Еще хотела уточнить. Может, есть какая-то статистика? Сколько раз в сутки путинская армия сбрасывает вот эти авиабомбы на мирные населенные пункты? И где ситуация наиболее сложная? Ну, наиболее сложная, понятно, там, где ведутся боевые действия. Там летит все, поверьте. Там летит все, и обстрелы из авиации, и обстрелы из артиллерии. То есть летит абсолютно все. Статистика это больше к военным. Мы можем только то, куда мы можем доехать, задокументировать, мы можем об этом говорить. Сейчас вот именно по населенным пунктам я не могу сказать, что прифронтовым районам, что много КАБов. Но было такое, что, допустим, Волчанское направление за сутки некоторые населенные пункты до 25 КАБов. Да, и это было страшно. То же самое страдал очень от прилетов авиабомб, управляемых авиабомб Купенск. Липцы тоже там это происходит. Ну, Липецкое направление, те районы, которые поближе, те населенные пункты, которые поближе к фронту. Поэтому там, безусловно, страшно. И я как житель Сталтовки, я иногда даже слышу, особенно ночью, это очень хорошо слышно, когда там действительно доходит грохот, доходит канонада того, что происходит там, ближе к линии фронта. Эвакуация местного населения. Вы сказали, полиция работает, делает все возможное. В каких районах сейчас она проводится? И всех ли детей удалось вывести из-под обстрелов? И знаете, вот какие аргументы находят полицейские, чтобы все-таки уговорить родителей? Мы знаем, не всегда родители соглашаются. Даже есть такие, что прячут детей от полиции, чтобы не уезжать. Что им говорят? Как с ними работают? Вы знаете, это и смешно, и очень грустно, и даже страшно, когда ты приезжаешь в населенные пункты, из которых нужно эвакуировать людей. Вообще, как они выглядят? Вы видели, что с Волчанском сделали. Хотя еще месяц назад, полтора-два месяца назад, в мае, с 10 мая, там была такая серьезная эвакуация. И мы видели, что там происходит. И эвакуация сейчас обязательно объявлена военной администрацией в 10 населенных пунктах. Это как раз речь идет о прифронтовых районах. И какие аргументы? Ну, находятся какие-то аргументы. Самый главный аргумент, когда прилетело или рядом, или, не дай бог, человек остался без крыши, слава богу, живой, но тем не менее. Но не всегда даже эти моменты срабатывают. Все равно полиция, вот эту превентивную деятельность, но я хочу, чтобы вы поняли, эта работа, она такая коллективная. Подключается местная власть, подключаются волонтеры, подключается облах администрации своими силами, они собирают списки, они передают это полиции, и полиция выезжает и просто уговорами, рассказывая, что это нужно, рассказывая и показывая на фото, на фото, в какие места их перевезут, и что не нужно этого бояться. И хотя бы нужно пересидеть. И никакие там, я знаю, центнер картошки в огороде, он не стоит того, чтобы подвергать опасности себя и тем более детей. Потому что, когда приходится полицейским документировать, вот я разговаривала с криминалистами нашими, они до сих пор вспоминают эти ужасы изюма, когда приходилось документировать вот это массовое похование, массовое захоронение изюмцев, и там же тоже были дети. Или когда просто приезжаешь на обстрелы, и приходится доставать тела погибших детей, это, ну, я не знаю, к этому невозможно привыкнуть. Это то, что тебя разрывает изнутри. Это то, что ты не можешь даже кричать, потому что и это не твои дети, а как переживают эти родители. Но тем не менее, они везут детей. Кстати, бывают случаи, когда уже вывезла полиция, когда люди поселились в каких-то местах, и потом они все равно пытаются вернуться назад вместе с детьми, но на блокпостах полиция их разворачивает и не пускает. И об этом нужно помнить. Но тем не менее, я бы хотела все-таки обратиться и сказать, что нужно выезжать. Ну, я повторяю, что никакие овощи, выращенные своими руками на огороде, они не стоят того, или микроволновка любимая, или там любимая газовая плита, они не стоят того, чтобы подвергать свою жизнь опасности. Вы можете в любое время позвонить в полицию на 102 или обратиться в местную администрацию и попросить, чтобы полиция вас вывезет с вашими клунками, с вашими какими-то предметами первой необходимости. Обязательно вам отнесут вывоз и вывезут туда, где вы получите и жилье, где вы получите питание и какие-то постельные принадлежности, чтобы ваши условия жизни на новом месте были более-менее предъявленными. Вы вспомнили сейчас в разговоре о трагедии в Изюмском лесу, когда нашли 450 могил тогда, и вот оставалось неидентифицированным 40 тел. Удалось ли за это время уже установить, возможно, личности погибших, возможно, родственники обращались и сдали генетический материал? Да, этот процесс продолжается. Сейчас в Изюме тоже работают и сличи, и криминалисты по разным делам опрашивают тех людей, которые возвращаются. Очень много людей. Да, и сейчас люди, которые продолжают выезжать. Ну, вы знаете, эти процессы, они такие взаимообратные. Часть людей выезжает, не выдерживает обстрелов, часть людей возвращается, и, безусловно, полицейские, следователи обращаются к этим людям, все знают, подключена уместная администрация, для того, чтобы продолжить вот эти работы по идентификации тел, которые остались неустановленными, лица которых неустановлены. Что ж, но мы ждем до действительно... До конца недели, до конца недели у нас уже будет информация, потому сколько людей мы опросили, потому что следователи там, по-моему, работают вот последние две недели. Елена, мы вас благодарим за эту информацию, за то, что присоединились к нашему эфиру, ждем этой информации, поэтому прощаемся до скорого. Елена Баранник, спикер национальной полиции в Харьковской области, была на связи с Фридомом. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Фридом круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом, вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Фридом самая оперативная и объективная информация в открытом доступе. Субтитры создавал DimaTorzok